Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христина Стэть. В этом году Украина впервые присоединилась к литературной премии Европейского Союза. Приз вручается ежегодно для поддержки молодых авторов. От Украины на премию претендуют писатели Виктория Амелина, Маркиян Камыш и Гаська Шиян. Победители будут названы 22 мая о новом украинском литературном процессе и не только об этом. Я поговорю с философом, членом украинского ПН-клуба Вахтангом Кебуладзе, он гость нашей студии. Вахтанг, здравствуйте! И спасибо, что вы пришли. Ну вот присоединие Украины к литературной премии Европейского Союза. Насколько это масштабное событие не только для мира литературы, а в общем для нашей страны? Насколько это важное событие? Я думаю, что это очень важное событие. Во-первых, оно соответствует принципу евроиндокреационной тенденции в нашей стране. И, естественно, литература не может остаться в стороне от этого процесса. Ну и кроме того, мне кажется, что это очень важно с точки зрения вообще тех глобальных процессов, которые происходят в мире, потому что сегодня вряд ли можно формировать национальную литературу отдельно от мировых трендов. Поэтому интеграция украинской современной литературы в процессы мировые и европейские очень важна. Кроме того, мне кажется, и я всегда воспринимал украинскую литературу, особенно современную украинскую литературу, как часть такого феномена, который мы можем назвать центральной европейской литературой. Мне кажется, такие авторы, как Милан Кундера, Миларат Павич, Богумил Грабл, они близки нам. И вот современные украинские писатели в моем восприятии, они скорее принадлежат к этому культурному этосу, к этому культурному пространству. Поэтому, естественно, интеграция наших писателей в европейские процессы, в центральные европейские процессы и вообще европейские процессы очень важна. Ну а премия это всегда маркер некий, что вот и украинские писатели тоже признаются европейскими писателями. Да, вот то, что украинские писатели признаются европейскими писателями, это огромный плюс. Насколько украинские писатели востребованы среди европейских читателей? Может, есть какие-то конкретные фамилии этих писателей, которые прорвались на этот европейский рынок, они востребованы, они там популярны. Вот об этом. Ну, я тут как ученый скажу, что для этого нам нужна была бы социология, для этого нам нужны были бы исследования. Кстати, это тоже задача государства, в первую очередь, мониторить ситуацию представленности украинской культуры в целом, и в частности литературы за рубежом. Но как инсайдер процесса я могу говорить о том, о чем я знаю. Президент нашего ПЭНа Андрей Курков, известный украинский писатель, он достаточно часто переводим на иностранные языки. И вот тут я бы сказал ключевой момент, что продвижение – это перевод. То есть те писатели, которые переводятся на английский в первую очередь, но и также на европейские языки, немецкий, французский, испанский и так далее, они, конечно же, представлены, они могут вызывать интерес у читательской аудитории. Ну и тут, конечно, мы можем вспомнить Юрия Андрыховича, Оксану Забушкову, произведения которых переведены. Новое поколение – София Андрыхович, дочка Юры, ее роман «Феликс Австрия» переведен уже, по-моему, на пять языков, переводится сейчас на английский, что наиболее важно, потому что это все-таки лингва франка, это язык универсального общения мирового. Поэтому ответ прост. Те, кого переводят, те, кто присутствуют в международном контексте, те, кого переводят в первую очередь на английский язык, конечно же, представлены. А это, опять же, государственная задача. То есть это, вот насколько я знаю, например, мне близка немецкая культура. В Германии в основном продвижением писателей немецких за рубежом занимается Гёте-институт. А Гёте-институт – это государственная организация. Вот, собственно, государство впервые, вообще вот после Майдана последнего, впервые в эту сторону посмотрело. И впервые созданы культурные институции, государственные, которые должны это поддерживать. Дай бог, чтобы это так и продолжалось. Ну, если мы говорим о премии Европейского союза литературной, то, наверное, не зря главный приз, да, это финансовая поддержка в виде именно перевода книги автора, который станет победителем. А что имеется в виду в виде перевода? И речь идёт о нескольких языках. Да, есть уже эти условия, эти детали, больше об этой информации или пока что нет? Я пока не... И, по сути, количество не имеет значения. Я пока не имею. Ну, я думаю, что имеет значение в первый период на английский язык, потому что понятно, что на английском языке читают практически все образованные люди на Земле. Вот, но, на мой взгляд, тут ещё вопрос всё-таки... Это рынок, да, всё-таки литература – это рынок. И это, в первую очередь, заинтересованность зарубежных издательств издавать украинских авторов, да. И тут, как бы, рынку диктовать сложно. Рынок... Тут вот это... Есть невидимая рука рынка, но её можно, если не направлять, то, во всяком случае, и подсказывать, и помогать. И тут, в общем-то, премия европейская – это прекрасно. Но, в первую очередь, я снова повторяю, это задачи государства, это задачи государственных органов, а, в первую очередь, Министерство культуры поддерживать, давать гранты зарубежным издательствам, зарубежным переводчикам, чтобы они переводили и издавали украинских авторов. Ну, государство по-разному справляется со своими задачами. Иногда хорошо, иногда плохо. Если мы говорим без участия государства, да, а вот то, что сами авторы, что им удаётся сделать? Если говорим о динамике продвижения украинского автора на этот огромный европейский рынок, и, может, не только европейский, есть какие-то успехи вот за последнее время, ну, если взять ситуацию за последних пять лет, может, семь лет, да, или, наоборот, вот эта ситуация перманентная. Иногда больше читает украинских авторов, иногда меньше. Зависит также от личности автора, от харизматичности, да, насколько он мобилен и путешествует, да, Европа и так далее, и так далее. Тут множество факторов, но, опять же, во-первых, тут, я снова скажу как учёный, тут нужна социология, нужны исследования, которые бы показали объективную картину. Я могу только как инсайдер процесса оценивать очень субъективно. И тут есть, в общем-то, ловушка некоторая, да, потому что тут же вопрос ещё в жанрах литературы. Естественно, скорее, ну, это моё предположение, да, это не утверждение, а предположение, скорее будут переводить популярную литературу, какие-то жанры, которые читает большая аудитория. Но для того, чтобы национальная литература развивалась и была представлена в мире, нужно же, чтобы переводили и интеллектуальную прозу, и исторические романы, да, и так далее. Поэтому вот здесь всегда, с одной стороны, рынок, который диктует свои условия, но, с другой стороны, наша позиция. Вот мы не должны забывать о своей позиции, что мы должны продвигать собственную литературу. Не просто надеяться, что нас в мире будут читать, а мы должны её продвигать. Не навязывать, а предлагать и продвигать. Да, конечно. Вот важные моменты вы вспомнили, это по поводу истории нашей, да, по поводу дня сегодняшнего, того, что сейчас происходит, что мы сейчас проживаем. Очень важные темы и последних пяти лет. Это революция достоинства. Опять о Украине вспомнили, кто-то в мире узнал в очередной раз, благодаря тому, что происходило. Сейчас война на Донбассе уже пятый год длится. Насколько масштабно или активно украинские авторы, может, не только украинские, вот осмысливают эти процессы? Потому что, опять же, рассказывать миру о том, что у нас происходит с помощью книг, это тоже очень действенный такой момент и процесс. Или пишут об этом не так много, как бы хотелось, не так часто? Ну, мне кажется, что Майдан вообще породил некий еще и литературный феномен, потому что есть... Вот я недавно писал, кстати, на английском языке для польского журнала статью о интеллектуалах украинских после Майдана. И я анализировал, рассматривал те книжки, новинки, которые вышли после Майдана о Майдане. Не обязательно это художественная литература, это может быть художественная литература, это может быть мемуары, это может быть просто журналистские какие-то книги. Их достаточно много. То есть можно сказать, что возникла литература Майдана, некоторый литературный образ Майдана. И это очень хорошо, это очень интересно. Касательно войны, касательно оккупации Крыма, касательно войны на Донбассе с Россией и пророссийскими террористами, есть тоже, уже есть и книги, и соистика. Вопрос в другом, что я всегда говорю, что нам, интеллектуалам, и философам, и писателям, нужна некоторая дистанция, временная дистанция. Мы не можем сразу же, вот события происходят, и сразу же, да, журналистика, вот репортажка, она возможна. Но для того, чтобы возник, выкристаллизовался, например, какой-то очень сильный, сугестивный роман, скажем, о Майдане или о событиях на Донбассе, все-таки нужна некая временная дистанция. Поэтому я очень надеюсь, что это придет, что это появится, потому что я вижу ресурсы, интеллектуальные, творческие ресурсы в Украине, которые могут это реализовать. Вопрос, как это воспринимет Запад? Как это воспринимет, не Запад, а вообще весь мир? Как это воспринимет Европа, Штаты? Будет ли это им интересно тогда? Но это уже вопрос не к нам. Ну, вот, наверное, не просто так, это вызов времени, что сейчас в Украине появилась премия имени Георгия Гангадзе. Да, это не просто журналист, которого убили и чье убийство до сих пор не расследовано, а запрос на это общество есть. Это такой символ журналистики, независимой журналистики. В чем важность того, что именно сейчас эта премия, она появилась в Украине? И, может, у вас есть ответ на вопрос, а почему раньше этого не произошло? Наверное, всему свое время и свое место. Ответа на этот вопрос у меня нету, и я думаю, что должно было произойти раньше. Но, конечно же, Гея Гангадзе – это некий моральный уже образ, авторитет из-за его трагической судьбы. Я напомню, что первый Майдан 2004 года, он во многом начался, не только лишь поэтому, но он был связан тоже с Гангадзе, и тогда как раз это был один из информационных поводов. Почему эта премия появилась? Ну, это достаточно логично, потому что все-таки это тот образ, это та личность, которая не может уйти в небытие историческое и культурное в Украине. И очень хорошо, я считаю, что именно премия журналистская, названная именем Георгия Гангадзе, кроме того, не потому что я имею грузинское происхождение, тоже. Вообще, в принципе, это еще и показатель толерантности и ксенофилии, любви к чужому, к иному в Украине. Да, у нас часто обвиняют в том, что есть некие ксенофобские, там, националистические тенденции, но вот то, что в Украине одним из моральных авторитетов в литературе, в журналистике, в культурном пространстве становится человек грузинского происхождения, это очень важный тоже маркер, это важно показать миру. Да, и вот в условиях этих вызовов, да, вот мы уже по поводу революции достоинства вспомнили, по поводу войны на Донбассе, время от времени тяжелая политическая ситуация, экономическая ситуация в стране. Страна развивается, да, вот у нас болезнь роста, и должны мы эти все процессы, этапы пройти. И в этих условиях деятельность украинского пен-клуба каким-то образом поменялась, может, как-то по-другому вы начали реагировать на эти вызовы, да, и как-то быстрее ориентироваться, потому что поток информации, поток событий огромен. Или на самом деле, по сути, ничего не поменялось? Ну, во-первых, мне сложно сравнить, потому что я не так давно являюсь членом украинского пен-клуба, но за те годы, которые я являюсь членом украинского пен-клуба, я наблюдаю некоторые тенденции. Ну, понятно, объективно есть вызов, есть война с Россией, и поскольку пен-клуб – это в первую очередь не только профессиональное объединение писателей, а правозащитная организация, то, конечно, очень важной составляющей нашей деятельности является постоянное напоминание о наших писателях, которые являются заложниками Кремля. И на территории Крыма, и на территории Донбасса, и на территории всей России огромное количество украинских писателей являются заложниками этой ситуации, они захвачены вражескими спецслужбами. И, ну, Олег Сенцов, один из наиболее упоминаемых украинских писателей, кинорежиссер он также, да. Вот. Я считаю, что это символ некий, да, это символ нашей борьбы с Россией. Мы много проводили акций в поддержку Сенцова, но не только Сенцова, конечно же, да. Поэтому вот эта составляющая стала очень заметной в деятельности Пен-клуба. Я сам принимал участие в нескольких акциях и в Киеве, и во Львове, вот в поддержку наших писателей, наших коллег, которые захвачены Россией, которые стали заложниками этой ситуации. Это очень важная составляющая деятельности Пен-клуба, именно как правозащитная организация, а не только как организация, которая объединяет писателей. Это то, что стало заметно в последние годы, но и это не могло не произойти. Что еще, какие тенденции? Ну, действительно, очень много вызовов не только война с Россией, внутренние украинские проблемы. И вот мы столкнулись за последнее время с тем, что Пен-клуб не может реагировать... То есть тут проблема какая? С одной стороны, нужно реагировать быстро, с другой стороны, нужно реагировать согласованно. Ну, конечно, и осмысленно, и осознанно, конечно. Да, и чтобы эту реакцию поддерживали все члены Пен-клуба. И вот у нас было несколько таких поводов информационных, которые поставили нас в сложную ситуацию, когда нужно было реагировать быстро, но не все члены Пен-клуба были согласны с той или иной реакцией. И поэтому у нас было несколько собраний, это было обсуждение и онлайн, и оффлайн, как вообще, в принципе, организовать деятельность Пен-клуба, чтобы это была динамичная организация, которая могла бы быстро реагировать на вызовы, но при этом она бы реагировала согласованно и обоснованно. Да, ну и проблема в том, что иногда бывают такие вызовы сложные, на которые быстро реагировать, да, это может даже сыграть злую шутку. Ну, спасибо вам за вашу работу и за этот разговор. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был философ, член украинского Пен-клуба Вахтан Кебуладзе. Я, Христина, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в U.A. TV.